если секс это так естественно тогда почему про него так много пишут издают книги создают паблики курсы потому что на самом деле это индивидуально это интересно потому что это не так просто как кажется на первый взгляд и сегодня мы поговорим о сексе и спорте на самом деле это что-то похожее и в каких-то моментах совмещая мы можем добиться максимального результата во всех планах и так первое через спорт мы можем тоже получить оргазм да если мы будем заниматься спортом интенсивно у нас будет интенсивная тренировка кардио или когда там меняются все вот так по хлопку приседают встают я не знаю как это называется там можно получить оргазм и будет в конце расслабление когда мы знаете выходим после тренировки и такие фух и вот это вот фух можно достичь до такой степени что во время интенсивного кардио можно получить оргазм второе это спорт улучшает сам секс в каком плане если вы поднимались спортом и тут же занимаетесь сексом кровь после спорта приливает к вашим гениталиям и вы получаете совершенно другой спектр эмоций после полового акта также третье когда вы занимаетесь сексом у вас работают мышцы точно так же как и при спорте когда вам тренер говорит на кардио вам что нужно сделать 40 минут побегать на беговой дорожке и начнутся сжигаться калории вот сексе точно так же вы позанимались 40 минут сексом и после этого начинаются сжигаться калории еще факт про спорт спорт как мы знаем тонизирует вот секс тоже тонизирует и даже больше чем кофе или спорт секс обладает тонизирующим эффектом и почему рекомендуют им заниматься утром потому что во первых у мужчины приток всех гормонов идет и выброс их дает мужчине полноценно работать целый день не забивать внутрь себя не подавлять в себе вот эти гормоны они выплескиваются и человек полноценно начинает трудиться и работать точно также в спорте происходит сексе и после кофе мы когда хотим взбодриться выпиваем кофе можно просто по сексе с кем-нибудь и будет секс также как и спорт укрепляет ваше здоровье а именно укрепляет ваш иммунитет и еще такой момент когда вы занимаетесь спортом и сексом у вас нейронные связи в мозге примерно находятся в одной и той же скажем так деятельности и поэтому когда вы принимаете решение возбужденным это решение потом вы можете о нем пожалеть поэтому когда вы занимаетесь спортом и вам у вас спрашивают дашь мне в долг 500 тысяч и года а потом жалеете об этом вот при сексе точно так же не обещайте девушки после секса что возьмете ее замуж потому что потом вы будете об этом жалеть можно много и долго разговаривать о сексе но на самом деле есть один секрет самый лучший секс это с человеком когда ты его любишь именно тогда вы можете открыться друг другу довериться и показать себя в полном амплуа